Багдар ламадимившися про мебель компаняса. Сысышин жайны жихас. Доброе утро, дорогие телезрители! Дорогие телезрители, жизненная мудрость гласит. Не ждите лета, не ждите Новый год, не сидите, не ждите, а просто радуйтесь каждому дню, радуйтесь сегодняшнему дню. Да, сегодня Международный День Солидарности Молодежи. Это интернациональная молодежная дата, которая отмечается по всей планете ежегодно 24 апреля. На событийный ряд этот день полон. А сколько известных личностей появилось 24 апреля? Да, что события, что и личности являются уже частью истории. Ендіше келес айдарымызға кезек берейк. Бүгін халқаралық жастар ынтымақтастығы күні 1975-шылы Азия мен Африка елдерінің Банду конференсіні шешім қабылданған күннен бастап, отар жылдыққа қарсы білдір пебетшілікті қолдайтын жастардың халқаралық ынтымақтастығы күніретінде ата бөтіледі. Бүкіл әлемдегі армяндардың азат үту күні Осман империасындағы армян генадзиды шарықтау шегіне жетіп, шамамен бір бұтнонан 5 миллиондар армян өлтірілген. Бұл күні 1989-шылдан бастап ата бөтіледі. Бүгін қалқаралық астрономия күні бұл мүреке 1973 жылы Америкада дүне өйкеліп, астрономия жанкерлерінің астрономияны адымзытқа таңыстырушылар деген бір раның астында жинайды. 1993 жылы 24-н жауірде Қазақстан күсірау жоғары кенгесінің шешімімен Қазақстанның тонғыш президенті болып Нұрстан Апшылы Назарбаев сайланды. 1883 жылы дәл өсі күні Алаш қозғалысының қайраткері медицины салалары бойынша студентші әкірттергерініп алғаш оқылық жазған әмбе бап ғалым фольклоршы педагог, тәлші қоғам қайраткері профессор Халел Досіпхамет ұлы дүнеге келді. Остан 83 жыл бұрын Қазақстанның қалық жазушысы Қазақстан мемлекеттік сылғының Қазақстан жазушылар одағы сылғының және платиналы тарланд сылғының егері жұма өтіліп қабдеш дүнеге келді. 1956 жылы 24-ші сәуірде Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Қазақстан республикасының мәденет қайраткері Ақын Ашықпай Фертай Ахатлы дүнеге келді. Каждый апрель в лесу Хальбрус недалеко от Брюсселя растетают миллионы фиолетовық колокольчиков. Бұл көріністі тамашалыға белгенің түппір-түппірінен түпті басқа елден келушілер өте көп. А называют они синим лесом. Интересно, сколько они будут расти? Синиң бұл сұрағына келесі сюжет жауап перетеде өлейм. Ну тогда смотрим наш следующий сюжет и расскажем о ковре из колокольчиков в Бельгии. Ну а перед этим мы хотим напомнить о том, что спонсором нашей программы является компания «Промебель» с брендом «Ивита». «Ивита» – сенің арманыңдағы аси. Стройные буки покрылись первыми молодыми листочками, а под сенью деревьев раскинулся ковер из диких гиацинтов. Каждый апрель в лесу Халербос недалеко от Брюсселя расцветают миллионы фиолетовых колокольчиков. Полюбоваться прекрасным пейзажем приезжают со всех уголков Бельгии и даже из других стран. Падающий сквозь молодую листву солнечный свет создает впечатление, что под деревьями красуется синий-фиолетовый ковер. Поэтому Халербос величают синим лесом. Дикие гиацинты занимают 300 гектаров лесных полян. Они будут свисти неделю-полторы до тех пор, пока сквозь листву пробиваются солнечные лучи. Юрки Булан, а давай нашим телезрителям расскажем о памятниках города Уральска. Да, известный памятник славным дочерям Казахского народа. Да, действительно, Юрки Булан, я согласна, ведь это великое достояние города Уральска. Но более подробно расскажет наш следующий сюжет, какие еще памятники есть в городе Уральск. Бергет, амашалай. Ескерткіш – елдің халқтың мәдени мұрасының жалпылама атауы. Кей ескерткіштер қалаға көрік беріп, көздің жауын алса, ал енді бірі бойына тұтас елдің тарихымен өттен жеп, адам жанына руханейді ләз ацилай. Осында ескерткіштер шақарымызда да көп. Мәселен, 300 қазақтары көтерісінің көрнекті башысы атақты батыр әйгелі шешен сұрымдатылың арналған ескерткіш – сөзіміздің дәлелі. Бұдан бөлек, 2002 жылы 27-ші тамызда қаланың орталық көшесінде орнатылған Хакім Абай Құнанбайлы ескерткішіде тарихи тұлғамызды ұлықтауға арналған белгі. Классикалық селді дайындауып, граниттен жасылған туындының авторы мүсінші – Қазақстан Республикасының сұрычілер одағының мүшесі Нұрлан Далбайет. Сонымен қатар қаланың орталық көшесі яғни Нұрсултан Назарбаев танғылына орнатылған бастау композициялық мүсіні сақта өрнен қазіргі заманға денгі кезеңді бенелетін туындыдағы өзілген шектер қалқымыздың қиын қыстау заманынды бастан өткерген. Бенеленген ұя мен құз, ортақ үйіміздің тұныштығы мен шуағын білдірет. 2013 жылы дүнегі келген туындының авторы Ерғали Бекошов болатын. Қаламыздың тұңғыш президент алаңына ойссақ, батырғаншы Кеніфтің Джулия әнінің құрметіне орнатылған мұна ескерткіш қала қауқына әнші батырды бірден ескет сүрір қақ. Қолыдан құйылған ескерткіштің авторы жергілікті мүсінші Дмитрий Баймұқашыф. Біз аталған ескерткіштерден бұлық қаламызда сәнімен сәуілеті келіскен ескерткіштер көбекені мәлім. Тек тарихпен тағылымға толы жақсы дүнені ұлықтар туындылар бойгы түре берсін. Двигайтесь кі своему успеху с лёгкістю, и у вас все получиться. Дұрс айтасын ғасия, болышшын әрдайым бір қадам алда жүрі бірік. Ну а перед этим смотрите наш гороскоп, и вы будете заранее знать обо всем, что вас ждет впереди. Овен. Многие сегодня будут расположены сделать все, чтобы наполнить уютом и теплом свой дом. Овны склонны к изобретательности и могут выпутаться из сложных бытовых ситуаций с минимальными затратами. Телец. Несмотря на то, что вы нетерпеливый и чистолюбивый, сегодня вы сможете почувствовать, что вам не хватает опыта, поэтому не сможете передвигаться к успеху так, как вам хотелось бы. Близнецы. Во взаимоотношениях между родителями и детьми в семьях-близнецов все сложится отлично. Многие будут гордиться своими близкими и многое сделают для того, чтобы те чувствовали себя более уверенно в жизни. Рак. День достаточно позитивен во всех отношениях, поскольку судьба становится более благосклонной. Вы знаете, что вам нужно и каким путем идти, чтобы удержать свое счастье. Лев. Это время стабильности, без особых денежных потерь, неудач в делах и плохих новостей. Семейные проблемы могут решиться сами собой, поэтому не торопите события. В вашей семье возможно пополнение. Дева. Для финансовых дел в карьере, в жизни большинства людей этого знака наступает достаточно благополучный и безопасный период, когда можно рисковать и играть по-крупному, не встречая на своем пути серьезных препятствий и проблем. Весы. Многим сегодня удастся восстановить прерванные по каким-либо причинам связи, расширить круг общения и благодаря новым знакомствам решить старые проблемы. Скорпион. Некоторых скорпионов при чувстве успеха и счастья может привести к эйфории, а значит к ошибкам. Стрелец. В этот день готовьтесь к изрядной нервотрепке. Из-за необязательности партнеров велика опасность срыва некоторых выгодных сделок. Козирог. Старые друзья и прежняя любовь также могут неожиданно вернуться, и козироги окажутся в эпицентре любви. Водолей. Старайтесь не уезжать далеко от дома и вообще не отправляйтесь в дальние поездки. Будьте предельно осторожны. Рыбы. Возможно, придется резко менять работу и направление своего бизнеса. Станут возникать препятственные пути реализации всего, что вы задумывали и уже начали внедрять в жизнь. Желательно не посвящать в свои планы партнеров и действовать самостоятельно. Субтитры предельно. Субтитры предельно. Светлого, легкого, радостного и воздушного. Вот знаешь, Ярки Булан, на эти вопросы тебе ответит наша следующая рубрика «Когда, зачем и почему». Без воздушных шариков трудно представить какой-либо праздник. Они являются настоящим символом различных торжеств и незабываемых событий – свадеб, юбилеев, выпускных и, конечно, дней рождения. В первую очередь воздушные шарики различаются по виду материала. Они бывают изготовлены из латок, савинила и фольги. Окрас воздушных шариков может быть разный – однотонный, разноцветный, с рисунком, перламутровый, пастельный и кристалл металлик. Также символы праздника отличаются и по наполнению. Они могут быть наполнены летучим газом и воздухом. И еще шарики различаются по размерам. Но вот что именно символизирует воздушный шар? Почему он вызывает у нас такие теплые эмоции и ассоциацию непременно с чем-то хорошим и веселым? С самого своего появления воздушный шарик был неотъемлемым атрибутом праздника. Первый воздушный шар появился в конце 19 века и изготавливался он из каучука. Спустя столетия на свет появился уже привычный нам латексный шарик. И уже навсегда вошел в нашу жизнь. Сама форма круглого шара в различных верованиях толкуется по-разному. Но всегда это что-то величественное, где шар является символом солнца, где мира, судьбы, удачи или вечности. Также шар олицетворяет будущее. И выходит, что воздушный шар – это олицетворение яркого, легкого и радостного будущего. Именно поэтому шары присутствуют на всех праздниках, чтобы символизировать начало чего-то светлого, легкого, радостного и воздушного. Благодаря такой ассоциации воздушный шарик является желанным гостем на всех торжествах. Ведь нам важно, чтобы в значимый для нас день присутствовал символ легкости и радости, как этот праздник, так и последующего за этим торжеством будущего. Ну а мы продолжаем, дорогие телезрители. Сегодня у нас в студии гость. Это тренер, психолог Кубаева Зульфия. Здравствуйте. Здравствуйте. Зульфия, мы в студии. Как вы хотите? Все хорошо, но у меня есть такая, наверное, мотивирующая и бодрящая установка. С каждым днем все лучше и лучше. Отлично. Ну тогда на такой позитивной ноте мы начнем нашу утреннюю беседу, если вы не против. И у нас сразу первый вопрос. Расскажите, вообще зачем нужна психология людям? И вообще психология как наука – это что? Ну психология, она нужна сейчас, особенно в данный момент для людей, потому что люди запали в какие-то часто депрессивные состояния. И психология помогает с этим разобраться, найти истинную причину и выйти на другой уровень своей жизни. То есть, может быть, на другой уровень осознания. А что часто влияет на то, что человек попадает в депрессии, то есть это какие-то психологические травмы. Ну часто они происходят из-за того, что человек живет в состоянии ожидания. Ожидания своей жизни. Ну и вы, наверное, может быть, замечали такую вещь, когда человек что-то ожидает, а обычно это не происходит. А когда складывается ожидание, потом происходит разочарование. И когда есть разочарование, возникает обида. И поэтому человек, если уже почувствовал обиду, и она еще внутри там копится, то это может привести к заболеваниям уже и каким-то своим психологическим проблемам и состояниям разным. И вот чтобы избавиться от обиды, нужно, в первую очередь, не ожидать. Ну, психология, конечно, помогает избавиться от всех разных таких моментов, где человек чувствует себя не очень хорошо. И вывести на ресурсное состояние, чтобы человек был ресурс жить уже в радости, в любви, в созидании, в доверии, в принятии. Конечно, опыт-то разный у каждого человека, свой жизненный, да, и она помогает психология, ну, по сроку у всех по-разному. То есть кому-то достаточно один раз посетить психолога, да, и он так-так все разобрался, и все хорошо. А кому-то нужно целый процесс пройти для того, чтобы себя вывести из этого состояния. Можно поговорить, и есть, конечно, такие теоретические базовые данные, да, когда можно с человека сочетать, потому как он говорит, то есть его невербальные такие вещи, да, невербальные, то есть наша мимика, как мы улыбаемся, да, телодвижение и так далее. И это даже, наверное, самая ценная, то есть познание считывает. Но я больше поддерживаю еще тот момент, когда мы считываем, то есть, ну, допустим, у меня уже это получается, когда люди же сейчас ходят, очень многие ходят в масках. На лице-то она маска есть, но, как говорят, глаза не обманывает. Достаточно бывает глаза посмотреть, и уже можно считать, что, в чем находится человек. И вот по глазам я вот обычно считываю состояние, и говорю, знаешь, а у тебя вот это, вот это, вот это, откуда ты знаешь? Я говорю, ну, знаешь, как-то чувствуется по глазам, вот глаза не врут. То есть говорят же еще так, глаза – зеркало души, да. А вот если просто смотреть чисто только на лицо, да, на вот такие теоретические базовые данные, то это, может быть, не всегда совпасть. А вот не имея образования психолога, можно ли его, человеку простому, считать, человека другого, вот напротив, противоположного? Это какой-то дар все-таки, или это присутствует в каждом человеке? Я считаю, что это присутствует в каждом человеке. Каждому, да, все-таки. Просто кто-то развивает и этому доверяет. И интуитивно. Да, интуитивно, да. А кто-то не доверяет, потому что на уровне подсознания мы все друг друга считываем. Ну, да, действительно. Да, и, конечно, когда здесь еще человек нарабатывает опытом своим, да, потому что даже ваша работа, она тоже подразумевает такую психологическую какую-то часть, потому что, когда вы общаетесь с людьми, вы тоже как-то неосознанно становитесь психологой, потому что вы уже смотрите людям в глаза и тоже считываете их. Да, у нас тоже бывает такое, что говорят, вот ты хорошо в людях разбираешься, а я вот не разбираюсь в людях. Вот это тоже как можно отнести к части психологии? Да, да, то есть тоже можно отнести, потому что человек, скорее всего, не смотрит в глаза. Он видит маски людей, а у нас же люди ходят в масках, они могут красиво улыбаться, говорят, что у них все хорошо, а в глазах изозлучается боль, печаль, тоска, грусть, да, такие вот моменты, и по глазам это все читается. Но человек, который не смотрит в глаза, ну, он такой, знаете, когда не смотрит в глаза, когда он спешит, торопится, когда он загружен каким-то своим мыслям, своим проблемами, он так сначала посмотрел, посмотрел на лицо, но глаза не прочитал, потому что именно глаза, когда посмотрят что-то там, только можно прочитать это все. Ну, конечно, сейчас есть один из неэффективных таких моментов, да, когда человек больше находится в телефоне, в компьютере, но не общается с живыми людьми. И это, конечно, такой, наверное, минус нашего сейчас социума, да, когда даже, может быть, вы замечали, в автобусе едешь, и все в телефонов, а раньше, когда телефонов не было, как люди общались, смеялись, разговаривали, знакомились, молодые люди знакомились в автобусе, а сейчас все в телефонах, и там что-то вот роется. Но, знаете, есть такой интересный нюанс, ну, это как бы, я это отследила у себя и у других людей тоже сейчас, вот, когда делюсь этими вещами, не знаю, насколько, может быть, это будет тоже полезно для телезрителей, то, что сейчас бытовая техника такая, вот, особенно, телефоны, компьютеры, машины, они высокочувствительные. И если человек не считывает себя сам, то есть не понимает, то он может хорошо посмотреть по этому бытовой типу, потому что она нас чувствует. И вот, может быть, замечали, когда телефон зависает, значит, что-то вы тоже где-то там в чем-то зависли. Если телефон быстро разряжается, значит, вы уже устали, и вам нужно отдохнуть. Если телефон переполнен памятью, как бы вы там ее не разгружали, он переполнен, значит, вы все, вы перебрали информации, и уже у вас такой перебор, что, а у нас же сейчас век информации, да, и бывает, человек не успевает обрабатывать информацию, телефон показывает, все, у тебя перебор информации, давай уже расчищай все это. Представляете, как можно отследить? Зульфия, вот нас еще интересует такой вопрос. Человек часто в течение дня меняет свое настроение. Вот от чего все-таки это зависит? Особенно, наверное, касается это женщин. Пять минут у меня хорошее настроение, а пять минут все, я грустная. От чего это все-таки зависит? Ну, во-первых, зависит от того, насколько человек с каким настроением стал утром. Да, еще говорят же так, не стой ноги стал. Да. Так лучше вставать стой ноги, это себя заряжать бодростью на этот день. То есть бодрость это хорошими какими-то позитивными такими состояниями, то есть с радостью, с благодарностью на этот день, с просьбой о поддержке, о любви. И даже можно проговорить такую классную аффирмацию, так называется, с каждым днем мне становится все лучше и лучше. И этот день самый чудесный для меня, да, то есть, и, может быть, сегодня произойдет какое-то волшебство. Когда человек с утра встает таким настроением, то, конечно, он, этот день может пройти намного позитивнее, чем если человек будет вставать в хмуром настроении. И в то же время очень важно еще ложиться в хорошее настроение. Ведь часто, почему человек в плохом настроении встает? Так потому что он лег еще в плохом настроении, когда он не отпустил прошлый день. То есть, что значит не отпустил? Он своими мыслями, переживаниями загрузился в себя на ночь, и, получается, подсознание там что-то прорабатывал, прорабатывал, и он стал такой весь разбитый даже, он даже не отдохнувший. И поэтому очень важно завершать день с благодарностью и посмотреть, а чему же этот день меня научил? Даже если, может быть, это был очень такой тяжелый день, очень такой, может быть, даже негативный, Но с каждого дня можно взять что-то такое для себя хорошее, чему этот день научил, и за что я могу его поблагодарить? И когда человек найдет это, поблагодарит, ляжет, заснет с хорошим состоянием, то, конечно, с хорошим состоянием он проснется. Вот это было бы, наверное, для телезрителя самая лучшая такая рекомендация, чтобы не только утром вставать, а еще и ложиться в хорошем состоянии. Ведь есть такая даже фраза, когда семейные пары ругаются, лучше ложиться, не повернувшись друг к другу спинами в ссоре, а все-таки именно перед сном помириться и решить это именно перед сном, чтобы заснуть в хорошем состоянии. Да, думаю, действительно, нашим телезрителям это будет полезно. Теперь будете знать, что необходимо не только просыпаться с хорошим настроением, но и ложиться спать с хорошим настроением. Да, Ирки Бланб? Да, ирки Бланб. Да, ирки Бланб. Да, ирки Бланб. Да, ирки Бланб. Да, сейчас это нормальное явление, и те люди, которые могут прийти за поддержкой к людям, которые могут их поддержать, это было, конечно, хорошим специалистом прийти, да, психологовски можно поделиться. И при этом основная задача психолога не давать советы. То есть, по крайней мере, когда я обучалась, у очень многих людей искаженное представление психолога. Они думают, что они придут к психологу, и психолог даст совет, как поступать. Но даже если, смотрите, если психолог даст совет, как поступать, человек может пойти по этому пути, не обязательно, что это сработает. И поэтому очень важно, чтобы человек понимал, что когда он придет к психологу, и основная задача психолога – это вытащить у человека, что же в нем сидит через вопросы, чтобы вытащить вот то, что человеку мешает. Зульфия, подскажите, вот язык жестов относится ли это к психологии? Относится, да, все-таки? Не могли бы вы привести пару таких самых простых примеров к тому, что можно определить человека по этим жестам? Ну, обычно, когда человек закрытый сам по себе, и он не хочет никого из себя впускать, то есть и не хочет получать информацию там, и вот для него какая-то территория такая, которая не хочет никого, то есть вот он закрывается. Он закрывается или руками, или ногами там закрывается, да, то есть он показывает себе, что он сейчас закрыт, и этого достаточно, то есть все. То есть определяет как бы такую границу. А также бывает, что когда человек где-то вот что-то скрывает, прячет, то есть не хочет рассказывать, и он опускает глаза, вот, то есть у него глаза бегают, то есть он даже, может быть, врет где-то, то есть у него глаза такие бегающие, он не может посмотреть человеку в глаза. Вот почему для меня ценно смотреть человеку в глаза, и вот даже сейчас, когда я смотрю на вас, для меня это прям очень ценно, и вы можете тоже смотреть также открыто, и это очень ценно, чем когда человек находит состояние такого, что какое-то внутреннее беспокойство, у него глаза бегающие, да, туда-сюда. Я еще, знаете, еще заметила такую вещь, что когда человек одевает черные очки, это даже не от того, что он от солнца прячется, это тоже закрытость. То есть он не хочет показывать свою душу, потому что сквозь эти черные очки глаз не видно, он не хочет раскрываться, он боится, то есть, наверное, значит, какие-то были ситуации, что он, ну, уже или почувствовал боль, или еще что-то, и поэтому закрылся уже за очками черными. Ну, я желаю всем чувствовать себя на хорошее настроение, чувствовать себя в бодрости, заряжать себя позитивом, конечно, ложиться спать с благодарностью, но по психологии хочу сказать, что самая лучшая работа психолога считается тогда, когда человек просто перестает к нему ходить, потому что все решено, потому что все задачи, которые и вопросы стояли у человека, они просто разрешены, и это самое лучшее. Спасибо вам большое, Зульфия, что уделили время и пришли на нашу утреннюю программу, поделились своими советами о психологии с нашим дорогим телезрителем. Еще раз вам большое спасибо, желаем вам успеха в дальнейшей работе, и действительно, что мы к вам меньше приходили. Значит, все хорошо у людей. Да. Я Зульфия, алтын уақытыңызды бөліп, біздің бағдарламаға келгенізге көп көбрақ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот как? Ну, тогда нам надо посмотреть следующее сюжет. Смотрим вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Для вашего комфорта. 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 Для вашего комфорта.